Счастье в виде целого огромного пакета личинок-шилкопряда. Ое, ое, ое! Могулька? Нет! Нет? А что такое? Тут всякие такие сухие закуски для пива. Ничего я не люблю и ничего не может сравниться с русской воблой. Это моя боль, это моя печаль, это то, без чего я в Корее просто не живу, а выживаю. Нету здесь воблы. Соленой рыбы вообще. Вот это все соленая рыба, мальки. Вот от таких до вот таких анчоусы. Они соленые, но сами понимаете, да, это просто сушеные мальки. Некоторые любят с ними пить пиво, наши русские, я имею в виду. Многим это нравится, они прям с удовольствием хлопают. Но для меня это все, конечно, недобильно. Тут идут целые завалы водорослей, друзья. Все, что касается водорослей, всяких разных, в любом виде. Видите, какие? Ома-на-омана. Целый отсек с водорослями. Здесь можно попробовать. Ну, могу бы. О май, геллс. Морю, могу нанять? Фу, зачем ты башку-то ешь? Башка кишки отрывается. О, господи. Естся, а только спинка. Тату, коколе! Тату. Тя мышца. Эй? Софи говорит, что офигенно вкусно. Так, все, ладно, поехали. Что там еще? Ну, как видите, здесь прям такая оптовка-оптовка. Если лук, то это будет лука вообще, я не знаю, до хренища сколько зеленого лука. А, урион, почему мандельджа тебе садится? А, Юрий. Сегодня мы дома будем делать корейскую пиццу. Паджон. Надо купить оджино. Нам надо купить кальмар. И зеленый лучок у нас уже дома есть. Сюда еще можно добавить перчик. Вот такая вот мука у нас дома есть. В общем, это все потом расскажу, когда придем домой. Будем готовить. Я вам все расскажу, покажу сейчас. Не буду завтра отнимания на это. Знаменитый корейский майонез оттуги. Это то, что любят все в России на Дальнем Востоке. Самый, считается, лучший майонез у них там. И кетчуп оттуги. Это самая знаменитая фирма в Корее. Ну, такая пищевая полуфабрикатов. Вот это 3 доллара стоит. 3,3 килограмма. 3 доллара стоит кетчуп. А майонез уже стоит 7 долларов. Около 7 долларов стоит майонез подороже. Рис. Всякие разные. Во всех провинциях он стоит по-разному. Вот тут, друзья, всякие соусы, всякие дрессинги. Вообще всевозможные. В таких больших количествах. Для всяких разных салатов. И из киви. И из ориентал дрессинг. Это вот такой вот, как бы самый ходовой. Фруктовые. Все видите в таких крупных упаковках. И стоят все примерно около, сколько там, 7-8 долларов. Это вот из кунжута. Кунжутов, орешки, всякий кунжут. Очень-очень много всяких дрессингов. Это вот для Гульбенни Мочин. Для моего любимого блюда. Из улиточек. Я брала такое. У нас дома есть. Вот такой мешок. Его хватит очень надолго. 1,2 килограмма соуса, прикиньте. Стоит 7-8 долларов где-то. Если вы какое-то блюдо едите часто, то имеет смысл покупать вот такие вот соусы. Если вы не часто едите, то смысла, конечно, нет. Лучше брать в маленьких баночках. Я из всех этих соусов я взяла только для Гульбенни, улитки. Потому что я их ем очень часто. А что? Иди давай. Друзья, рыба стоит очень дешево. Не могу снимать. В общем, где-то 3 доллара стоит 2 рыбехи свежие. Так, я купила, короче, кальмаров. Я не знаю тут сколько. Не сбивай с мысли. У меня и так башка не соображает ничего. В общем, стоит это где-то 5 с половиной долларов. Вот столько осьминогов. Это у нас сегодня пойдет на корейскую пиццу. И еще нам надо перчик красный. А, что? Нет, дома же есть. Тебе и тяна. О, ну, конечно. Кто бы мог сомневаться. Как вот можно отказать, если они душу продадут за рамян. Ничего им не надо. Ни кальмаров, ни крабов. Каждый раз берут коробку. Один раз поедят, и остальное я все выбрасываю. Рис надо купить. Мы берем вот такой вот уже рис, который нужно только разогреть. И для нашей семьи это удобно, потому что у нас... Мы едим очень дома редко, мало. И нам легче вот так разогреть рис, чем варить в рисоварке его. Рисоварку я выбросила давным-недавно. Очень много всяких шоколада всякого. И все возможные... Так, вот молочный отдел. Это трубочки для молока. Будь здорова. Когда растишь, ты уж большая. Пастер. Вот это молоко нам очень нравится. Кто-то говорил, кто-то написал в комментариях у меня, что в Корее молоко недорогое, потому что это сухой порошок разведенный. Но это совсем не так. 90% молока в Корее это цельное молоко, постерилизованное. Просто этот, который называется пастер, его стерилизуют 30 минут при 60 градусах. А все остальное молоко при 120, по-моему, градусах. И несколько секунд, там 2 секунды, по-моему, что ли, 1-2 секунды при высокой температуре его постерилизовывают. Поэтому оно стоит немножко дешевле. А вот это молоко, оно вкуснее и оно подороже. Здесь 1,8 литра, почти 2 литра. И стоит 5,980. Это где-то 4,5-4 с лишним доллара. Ну, короче, потом переведу еще там, не совсем у меня с математикой хорошо. Вот здесь, вот в таких вот бумажных пакетах молоко стоит подешевле. Здесь 2 литра. 2 литра стоит 3,5 доллара где-то, 2 литра молока. Жирность 3,6. И это тоже цельное молоко постерилизованное. Также йогурты. Здесь не очень большой выбор. Здесь выбор маленький по сравнению с имартом. Только то, что самое ходовое, то, что корейцы больше всего едят. И вот такая упаковка йогуртов стоит 2 доллара. 2 доллара и 20 центов где-то. 2 доллара и 30 центов. 6 йогуртов. Йогурты в Корее делаются тоже с добавлением вот этих вот специальных бактерий. Там как они называются, я не знаю. Но, в общем, все это делается очень качественно. Из натурального молока с натуральными бактериями. И... А, это, кстати, данон, да? Пульмон. Это данон, это не корейский йогурт. Ну, вот этот вот корейский йогурт из селуи. Это корейское молоко. И оно стоит даже дороже, чем данон. Потому что там 6 упаковочек стоило по такой цене. А здесь всего 4 упаковочки практически по такой же цене. Ну, корейцы свое ценят всегда больше. И мы корейское ценим тоже всегда больше. Поэтому, если даже дороже, но мы всегда лучше возьмем корейское, нежели какое-то европейское. Так, изюмчик. Вот это? Вот это? Это такие детские йогурты. Потом дома покажу, как они выглядят внутри. Но дети их обожают. Вот тут идет лифт на второй этаж. На втором этаже уже такая бытовая всякая фигня. Там даже есть констовары. И... Короче, там есть все. И еще есть третий этаж. Там есть еще даже то, чего нет на первом и втором. Вот. Ну, я думаю, что мы сегодня за раз, наверное, все это не снимем. У меня уже села батарейка на камере, друзья. Так, кто вот эту хрень сюда положил, а? Это что такое? Кто? Ты? А? Угу. Ага, кто-то я смотрю, как у тебя пейперу ты становишься. Круглый пейперу. О май гад, смотрите, сколько посуды. Просто нескончаемые ряды. Всевозможные посуды. Друзья, ну, это отдельный тур надо делать. Отдельно заряжать камеру и делать отдельный тур. Также здесь есть косметика. Вот такие наборы. Например, с улитками целый набор стоит 25 тысяч вон. Все это корейского производства. Лошадь. Это вот то, что сейчас самое такое актуальное. Крем с лошадью. Не знаю, с чего он там делается, с каких-то лошадиных там жиров. В общем, он популярный сейчас очень. И ханбан. Вот если я беру косметику, я всегда беру вот такую вот корейскую. На традиционной корейской медицине, восточной медицине. Потому что мне очень нравится запах вот женьшеня, всех вот этих вот трав. Просто божественный какой-то аромат. И я получаю огромное удовольствие, когда наношу эти продукты. Там вот идет всякая бытовая... О, господи, какие швыкацы. Краска для волос. Вот, посмотрите, какие всякие разные оттенки. От блендинки до какой-то красной. Эх, когда-то и я посидею. И придется мне, наверное, пользоваться краской. Потому что в Корее с сединой ходить никому не положено. Так, здесь вот всякие гели для душа. В основном вот такой огромный гель для душа. Вот такой просто, я не знаю сколько тут, ведро какое-то. Блин, что же у них всегда не написано это? Сколько здесь? Видите, наверное, на первой этой не написано, сколько здесь литров. И где-то надо искать постоянно. Когда снимаешь, это очень неудобно. В общем, вот такая бадья огромная. А геля для душа стоит 3,5 доллара. Прикиньте. Это просто какие-то копейки. И да, всякие тут идут средства для мытья посуды. И вся такая вот, короче, бытовуха. Ладно. Так, вот здесь вот идут шампуни. Мой любимый шампунь Рео. Стоит 1 плюс 1 10 долларов. 10 долларов стоит 1 плюс 1. Что? А, там к Халаввину продается всякая фигня. Маски какие-то. Да, такой всякий китайский шурпотреб, конечно. Вот эту надо ей купить. Ей так подходит. Рожки. Но это же есть вот такие глазки, которые выпадывают. Рука. Ой, какая симпопулька в Ригере. Мам, смотри. Да, видела. Пойдем. Так, здесь. Тут идут всякие бытовые приборы. Такие, знаете, чисто как на рынке продаются. И рисоварки. В принципе, такие даже в магазине продаются. И стоят недешево. 400. 400 тысяч вон, где-то 350 долларов, да? Такие вот хоть и большие, но они уже дешевле в 2 раза. Потому что там, не знаю, по каким они там судятся. Рисоварка у нас была один раз в жизни. И та не пригодилась. Мы ее выбросили. Вот. Ну и все. Вот видите, такая бытовая техника, которая прям уже такой колхоз-колхоз. Здесь в магазинах-то продается прям все такое прям лакшери. А здесь такое вот, то, что подешевле. Какие-то вот, как они называются-то, я забыла. Миксеры-то вот эти вот 50 долларов. За 50 долларов можно купить со стеклянной вот такой вот. И микроволновки такие тоже вот, дешевенькие всякие. Самсонг, микроволновка стоит 115 долларов где-то. Вот такая стильная, которая. Но эти совсем стоят недорого. Такие беленькие, колхозненькие. Это вот рыбу жарить, гриль такой. Домашний гриль стоит где-то 70 долларов, наверное, да? 70 с лишним долларов. На таком гриле можно жарить креветки, рыбу. Ну, вот видите, здесь шашлычки. В общем, такой домашний гриль. Конечно, сейчас они более современные, более крутые, навороченные. Но это вот такой самый простой вариант. И стоит, в принципе, недорого. Но у нас есть чудо-печка такая. LG, по-моему, да, я покупала. Где и гриль, и все в одном, короче. Лучше брать такую уже печку, где и духовка, и микроволновка, и гриль три в одном, вот как у меня дома. Я все там жарю. Там и креветки вкусно получаются. И все-все-все. А вот это вот такие для сангепсаля, для корейской свинины. Нужен такой каменный противень, где в дырочку будет сливаться жир с этого мяса. Ну, тут всякие... Смотрите, какая... Это сушилка такая. Надо маме на дачу такую бы купить. Это такая сушилка для белья. Мама, я пушу кей. Да, здесь пошла уже такая канцелярия. Всякие детские. Мама, это я хочу. Констовары, игрушки, и все такое. Так, все, тихо. Это мы не будем покупать. Моя? Сплэндор. Это я очень люблю. Бодкин-капи, я всегда покупаю. Моя? У меня очень маленькая. Скажи, кто нам? Сангель. Сангель? Сангель? Ладно. Выпросила очередное яйцо, но здесь оно дешевое. Семь вонючих. О, это панда-дюллус? Топ-панда. Вау. Это очень вкусно. Я это куплю. Семь тысячи вон это где-то? Шесть долларов. Шесть долларов стоит яйцо здесь. Дешевле, чем в обычном магазине. Там полотенца, всякие бутылочки детские, детская посудка. Шесть долларов. Шесть долларов. Только каких-то плоскогубцев, пассатижев, миллион разновидностей. Животный отдел. Смотрите, здесь даже есть вот такие лежаки для... Боже, какая прелесть. Классная, деревянная такая клёвая штучка. Стоит восемьдесят... Семьдесят долларов стоит такая, дорого. Так, там всё идёт для ванных, комнат, очень много всего. Друзья, это почти такой дайса. Дайса, в котором всё-всё-всё есть. Необходимая по низким ценам. Даже вон часы какие-то. В общем, это такой рынок-рынок. Рынок-рынок, но в принципе качество всё... В основном корейское производство. Наверное, процентов на восемьдесят. Процентов на двадцать китайское. Вот чего мне не хватало. В России мы ходили в магазины. Я хотела маме для дачи купить там стаканчик для щёток. Там какой-то стаканчик для... Не стаканчик, а знаете, такая вешалка для сусеми. Сусеми, как же это по-русски будет. В общем, спонжи для мытья посуды на даче, вот там, где они умываются. И посуду моют в одном месте. Я хотела как-то там всё это сделать. Потому что у них просто стоит всё это на раковине. Мало места, неудобно. И я хотела это прикрепить на стену как-то что-то. В общем, мы пошли в такой бытовой магазинчик. По-моему, он назывался Хофф. И мы туда пришли, и я была просто в шоке. Там такие цены. Там всё какое-то немецкое, английское. Всё какие-то тысячи-тысячи рублей, конечно же. Но всё-таки недоступно. В общем, не совсем доступно. Рассказываю, рассказываю. Друзья, батарейка давно села на камере. И я даже не знаю, на чём я закончила. Так вот, в общем, вот этого сегмента среднего в России, в Воронеже, по крайней мере, мы так и не нашли. И в итоге... Да, я буду маме отправлять это из Кореи. Как обычно, как всегда, в Корее как раз-таки этот средний сегмент, когда качество и цена совпадают. И выбор этого очень велик. Это очень здорово и помогает жить. Друзья, в общем, мы не прошли в этом магазине и процентов 20-30, наверное, всего. Не показали. Но мы, наверное, закончим. Сейчас на этом уже поедем домой, потому что мы тут ходим уже, я не знаю, битых часа два, наверное. И, да, сели уже все батарейки какие, только могли сесть. Если вам нравится вот так вот ходить по магазинам, ставьте лайки. Ещё придём обязательно сюда или в какой-то другой магазин. Да, потому что мы ещё не были на третьем этаже. На третьем этаже там идёт какая-то мебель и всё такое. Может быть, техника какая-то. Даже не знаю. Даже мы туда ещё не ссувались. На выходе упаковываем вот так вот всё в коробку. Там же стоит вот такая скотч, лента. Это очень удобно. Так, что ты тут наделала? Манго куда положила? Манго где? А, вон она. Не забудь его здесь, не оставь. Друзья, у нас вышло чуть меньше 100 долларов на вот такую коробку огромных продуктов. Причём мы покупали такое всё, не самое дешёвое. И у нас вышло почти 100 долларов. Где-то 90 долларов у нас вышло. А где папа? Где папа? Кто это попрёт? Мы со своей коробкой прибыли домой. Это что? Нифига себе, это что за коробки? Это нам пришли всё, что мы заказали вчера в интернете. Вчера заказали, сегодня уже всё пришло. Сегодня, друзья, повторяю, суббота. Давайте зайдём, посмотрим, что же мы там такого назаказывали. Мы сейчас очень много заказываем в интернете. Это намного удобнее и быстро. И вот так вот, знаете, тащить не надо. Ну что, давайте распаковывайте, что там у нас. Показывайте. Сейчас. Ангелина, что там у тебя? Ты, может, хоть шапку снимешь дома? Ты, может, хоть шапку снимешь дома? Это что? Это КАРЛОСАУРУС. 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 СИГНАСИЧИМАЛЬУ. А, окей. СИГНАСИЧИМАЛЬУ. Другой, СОПИЯ. Это, когда я делаю слаймы, я делаю слаймы. Клей какой-то, короче, для слаймов. Мы, мышек. Мы сделали слаймовую слаймовую слай маму. Эту этому 진짜 СОПИЯ, Нелюстый,What? Другая белая железы. Ну, СОПИЯ. И мы берем его О Вот так, как я делаю, чтобы я делаю маленькую песку. Да? Сколько килограмм? Поставь, поставь. Восемь килограмм песка кошачьего. И вот этот песок, Софья говорит, он самый лучший. 8 килограмм стоит 10 долларов. Ману не дима, да? Нет, 10 тысяч вон, это меньше 9 долларов. 8 с чем-то долларов. Ангелина, не буду я твоих черти открывать, сама открывай. Да. Все. Все? Друзья, ну что ж, давайте смотреть, что мы там накупили на сумму в 96 долларов. Я посчитала 110 тысяч вон, это 96 долларов по нынешнему курсу. Вот, что здесь у нас? Манго. Эти фигни. В общем, огромная-огромная упаковка мантов. О боже, 6 тысяч калорий. Едем дальше. Здесь у нас кальмары. Пачка рамена какого-то нового. Я все мечтала его попробовать. Сухие завтраки. Вот такие колечки какие-то. Йогурт детский. Перец красный, горький. Это нам для пиццы надо. Вот такие вот йогурты корейские. Йогурты обычные. И молока. Вот такая большая баклажка. Кимчи. Очень дорого. Здесь стоит из всего, что мы купили. Это, конечно, манго. И кимчи. Это самое дорогое, что мы купили. Упаковка целое пиво. Упаковка риса. Вот такой мешок батата. Так, сколько, кстати, здесь по килограммам-то получилось? 1600 грамм. Чуть больше полутора килограмма батата. Я потом покажу, как я его готовлю. И коробка киви. Вот столько еды, друзья, получилось у нас на 96 долларов. Кстати, там еще была Ангелинина игрушка за 7 долларов. Ну, почти за 7. Поэтому вот еще ее игрушку нужно было бы сюда положить. Вот как-то так. Дорого это или дешево? Судите сами. Всех вас обнимаю. Всех люблю. И до новых встреч!